всем огромный привет сейчас хочу протестировать свой телефон как он снимает видео у меня в последнее время забарахлила камера и не знаю что там происходит она стала отключаться и почему-то я не иногда не могу видео снять до конца и поэтому я вспомнила о том что можно снимать на телефон вот сейчас попробую как этот телефон снимает и выложу на youtube это видео будет достаточно коротким она будет об использовании вот этого комплекта тканей я показывала эти ткани в своих последних покупках мы купили эти ткани вместе с еленой цвет леночка тебе привет специально для этой цели мы хотели делать артишоки вернее мы хотели делать новогодние шары в стиле артишок и в принципе я их и стала делать все дело в том что мне нужен был срочно подарок но так как у меня встречу с этим человеком отложилось на некоторое время я могу показать вам результат я взяла эти ткани и взяла спина пластовые заготовочки у меня их осталось три штучки я сделала два шарика третий шарики все таки оставила мне очень хочется попробовать немножко другую технику и пристроить туда именно вышивку но пока я вот побаиваюсь этого еще ни разу не пробовала поэтому все время откладываю попытку первую попытку а эти шарики вот в стиле артишок в прошлом году я уже делала ну не знаю насколько удачно три шара у меня было я даже подарила по моему некоторые что хочу сказать вот на самом деле я даже забыла совершенно как делаются эти шары давайте покажу свой первый шарик буду рассказывать постепенно мне пришлось пересмотреть леночки на видео за что и огромное спасибо что она вообще это видео сняла то есть она озадачилась тем чтобы снять такой мастер-класс как это она делала мне пришлось его пересмотреть я конечно все перезабыла и вот этот шарик я делала практически целый день ну мне так показалось я делаю очень долго в центре я взяла вот эту светлую тканюшку затем следующий слой второй слой был красной ткани и окончательный такой вот шоколадный цвет цвета безусловно очень красивые но может быть не очень праздничные в том плане что здесь нет какой-то яркости и блеска пришлось добавлять блеск уже вот в виде лент и виде вот этой центральной части на которую пошел братс у меня были разнообразные братцы в том числе и на новогоднюю тематику мне показалось что вот сюда очень хорошо подойдут эти и естественно они одинаковые с двух сторон когда я попробовала вот вставить братс центр и он хорошо сюда как бы закрепился я подумала до чего же классная вещица вот это братс у нее такое универсальное назначение и вот в пенопласт она прекрасно вставляется и можно использовать наверное во всевозможных техниках только при прояви фантазию да какие-то умения фантазию конечно у меня получилось не очень прямая звездочка в центре ну как бы я пыталась только вспомнить этот вот мастер класс по мастеру классу сделанное абсолютно все по мастер классу сделанная вещица поэтому как бы это вот такая пробная вещь воспоминания скажем так здесь я не отходила ничего не придумывала свои какие-то заморочки ну вот не очень наверное проследила не очень следила за симметричность у меня получились немножко несимметричные концы звезд но я считаю что ничего страшного сильно не выбивается по моим ощущениям все-таки так тоже неплохо и почему меня вообще очень долго воялась вот именно эта игрушка так как вначале я нашла короткие гвоздики я покупала гвоздики мини и обыкновенные гвоздики вот я хочу предупредить всех кто только собирается попробовать эту технику не берите пожалуйста гвоздики мини потому что они тупенные они не прокалывают ткань я себе просто измяла всю подушечку большого пальца очень тяжело я пыталась уже и наперстком пользоваться то есть это была какая-то неудобная вещь как я только как бы передохнула вдохнула спокойно когда нашла длинные гвоздики вот они остренькие и дело пошло веселее и быстрее так что имейте ввиду что мини они очень тупые там я не знаю для ткани точно не подходят может для каких-то других техник будет неплохо но для ткани точно не подходит это было сплошное мучение что касается бантов неужели я научилась крутить банк и я не знаю но в общем я крутила банты вот из трех ленточек разных и каждый раз я закрепляла ниточкой то есть я вначале делала вот эти по этот бант и пришивала его ниточкой друг с другом чтобы он не расходился потом только прикрепляла гвоздиками к шарику потом вот этот и в итоге самый тоненький вместе с завязкой и сверху я нацепила вот сейчас фокусируется а шапочку для бусин просто для того чтобы скрыть то место где шляпки от иголочек торчат как бы вот и все это все что касается первого шарика второй шарик у меня получился несколько другим я уже тут стала проявлять творчество за остаток вечера у меня освоялся и второй и вот мне показалось что мне хочется поиграть с этим шоколадным цветом шоколадный цвет я решила оставить только в качестве такого небольшого оформления чтобы он чуть-чуть выглядывал то есть контрастировал с этими тканями используемыми шарики мне показалось удачной задумкой вот так вот сделать звезду кстати я встречала в интернете что такая звезда по моему называется алтырь по славянской мифологии и это такой символ сворачивания разворачивания вселенной еще вот такие звезды вышиваются на рубахах для того чтобы восстанавливать силы в общем очень интересно то здесь вот так вот я поигралась с тканями здесь уже было мое абсолютное творчество я здесь отмеряла свое расстояние не по полтора сантиметра для каждого нового слоя а как вы видите вот как бы абсолютно по-другому в центре я оставила побольше места специально для того чтобы укрепить сюда некую снежинку или звездочку однако из всех моих запасов огромных запасов вот этих всяких подвесок братцев и прочего и прочего ничего не нашлось подходящего то есть я перебрала все я довела мужа прямо чуть ли не до белого коленя спрашивая подходит это и подходит то в итоге лично я остановилась ему этот вариант тоже показался не очень удачным но я остановилась на голове вот этого оленя с колокольчиком который которую я тоже прикрепила на братс вот здесь вот братс такой небольшой очень интересно что это голова оленя банна с двух сторон потому что это бывшие сережки мне кажется лет 16 может быть назад в англии я покупала в магазине если конечно мне не изменяет память вот в магазине все по фунту такой комплект сережек на новогоднюю тему они веселые интересные представляете где мне пригодились через сколько лет бантики точно такие же накрутила на этом в шаре абсолютно одинаковые ничем не отличающиеся от бантиков на предыдущем единственное что я еще не успела туда надеть шапочку но это даже и не очень важно потому что как бы здесь закрыт сам центр его не видно когда шарик подвешиваешь поэтому вот как-то таким образом если что-то вдруг мне встретиться там попадется в мои руки более подходящая центральная деталь для этого шарика то я конечно не применил заменить ну пока так пока так вот на этом все спасибо огромное что заглянули ко мне на канал всем желаю прекрасного рукодельного и вышивального настроения и конечно же до новых встреч пока пока